Я в эфирном пространстве Перешла на рабочий уровень Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула И прошу сейчас Оксану показать мне свою основную проекцию Как наше крылышко Да, она мне показывает, что идет исцеление Оно было повреждено, когда вас поймали И да, она подтверждает, что действительно произошло ранение именно тогда И вот это первичная блокировка Хорошо, я предлагаю тебе сейчас показать Когда впервые в твою энергосферу проникла демоническая сущность И связано ли это с магическим эгрегором? Да, связано Уже в земном воплощении, да или нет? Нет Входило уже с обременением Она показывает это как распространяющуюся От этой раны близко к сердечной чакре На уровне сердечной чакры Со спины как будто растекается Эта энергия По сути, как подсадка, как проекция Этой демонической сущности Хорошо, а когда у тебя был заключен контракт именно с нею? Подсадка информационная, это мне понятно Это на основании первого контракта, который ты расторгла? Нет Необходимо было в ходе земного воплощения заключить контракт Она мне показывает сейчас этот контракт Хорошо, покажи, когда Она полномерно, полноценно Со всеми своими потенциалами Вторглась в твою энергосферу Потому что информационно это Как бы вибрационная сонастройка еще только шла Готова показать? Да, готова Хорошо, давай переместимся, посмотрим Показывает девочку лет 12 Басую, чумазую, оборванную Голодную Она в руке зажала курочку хлеба Жадно откусывает Жадно откусывает, но маленькими кусочками Очень долго прожевывает Затем такая блаженная улыбка Глаза закрыты Прежде чем проглотить Она вот этот вкус во рту чувствует Она буквально наслаждается этим вкусом И маленькими глотками проглатывает Я сейчас спрашиваю, ты мне себя показал? Да, себя А затем Показывает здание, дом какой-то Есть люди на улице лошади Какая-то повозка Движется по двору Показывает как с заднего входа в это здание Что-то вроде кухни, трактира Либо это не трактир, а гостиница Но там вот кухня Печь такая большая стоит, закопченая какая-то прям Посуды много Стол большой посреди комнаты Большой такой грубый стол Трое Да, три человека Что-то готовят Что-то моют Гремит посуда Она на цыпочках крадется Проходит Чтобы ее никто не заметил Так вдоль стеночки Чем-то прикрывает Зачем-то прячется Украсть Она говорит, им все равно не нужно Третий раз уже звучит Это все равно отдадут свиньям Она крадется к ведру С помоями, с объедками С этим всем Ее ловят Ее ловят за шиворот Буквально За волосы За шиворот Встряхивает Прижимает к стенке Мужская рука Бьет по лицу Кричит крыса Вот кто ворует Она плачет Говорит, простите, простите Куда-то отволакивает Ее в сторону Там что-то вроде чулана Или кладовки Дверь такая Ближе к выходу Продолжает Бить по лицу Задирает с нее одежда Производит окна силия Кричит Что с тебя толку С свиней Хотя бы мясом Мне сейчас показывает Оксана Что Вот эта бесчувственность Нет испуга Когда Папа хотел Перестрелять свиней Это вот еще и с этим связано Она показывает Что она ставит блокировку На эмоциональное восприятие Ставит блокировку На восприятие телом Того, что происходит С ее телом Она голодна Она в отчаянии И тут она попалась И С ней происходит то, чего Она не ожидала Никак не ожидала Она даже не представляла В данном моменте Что такое возможно Она даже не осознавала Что именно с ней делают Но вот это вторжение И вот эта Боль при полном непонимании Что происходит с ее телом Зачем это делают Это просто шокирующее Восприятие Она просто в шоке А она выключает Своё эмоциональное восприятие Происходящего И пока все это происходит Она отказывается От своего тела Она отказывается Это чувствовать Она отказывается Это видеть Она хочет вырваться Но только для того Чтобы отомстить А дальше можно умереть Отомстить и умереть Отомстить и умереть Так и звучит Отомстить и умереть У нее единственная цель Остается Отомстить каким-то образом А потом можно умереть Она другой цели в жизни не видит Она просто формирует ее себе Как цель Которая она будет идти Если выживет Ее вышвыривает мужчина Кидает ей ее тряпки Вышвыривает Говорит Не появляйся здесь Да, она уходит И вот сейчас Она не показывает Дальше события Куда ты пошла? Она говорит Я выжила Не показывает Как Она как бы Перелистывает Хорошо Она показывает Себя женщиной Взрослой Пишет мне 32 года 32 Такая в теле Хорошо одета Добротно одета Скажем так Добротно одета Весьма специфичный Такой костюм С тесьмой С вышивкой Колоритный Такой костюм На ней одет Она говорит Повседневная одежда Но Такая Скажем Зажиточная И Эстетичная Очень Фольклорная Я бы сказала На голове Такой чипец Я спрашиваю Ты замужем В этом моменте? Нет Говорит Вдова Хорошо Покажи мне дальше Она показывает Что листает Какую-то книгу Книга рукописная Это больше похоже На Толстую Такую тетрадь В которой записана Разными почерками Сшита Скорее Из разрозненных листов Потому что Листы есть Больше Меньше Магия Есть магия Там есть Там есть Заговоры Там есть Рецепты И есть Описание Ритуалов Которые Можно Производить Для того Чтобы То есть Она уже Обучалась Этому Кто тебя Обучал Говорит Люди То есть Ты собирала Это Говорит Я многое Видела Многое Познала Я научилась И она Опять Вот Прям Скрижище Зубами Говорит Я должна Отомстить А этот Мужчина Он жив Еще Но она В этом Моменте Она не знает Она собирается Пойти Поехать Говорит Он Меня Не узнает Она Решила Его Отравить Каким Ядом Просто Интересно Каким Ядом Чтобы Умирал Долго И в Мучениях Либо Чтобы Уснул И не Заметил Какую Месть Ты Придумала Говорит Он должен Мучиться Ты Собираешься Ему Объявить Почему И за Что Да Вот Я вижу Она Прихорашивается Чтобы Ему Понравиться И Действительно Приезжает Ступает С ним В Разговор Кокетничает С ним Такие Многообещающие Делает Авансы Он Довольно Стар Она Вот Так Ручкой Делает Комплименты Ему Рассыпает Наслышана Ну Трактирщик Или Кто Она Говорит Постоялый Двор Какой Там Вдовец Да Он Давно Вдовец Предлагает Ему Себя Супруги Ну Он Он Просто Растая Красивая Молодая Отравила Да Заботилась О нем Вот Недомогание Вот Ему Нехорошо А Вот Остаются Наедине И Он Он Слабеет Он Мучается Он В лихорадке Температура И он Да Это еще не агония Он еще понимает Что происходит Она Ему Вот Берет За одежду Он лежит В постели Берет За одежду Давит Ему На шею Наклонилась Смотрит В глаза И говорит Вспомни Что ты Сделал С той Сиротой Вспомни Раскайся Она Считает Что она Осудила Его И она Права Она Мстит Потому что Она Осудила Его За Это На эфирном Плане Покажи Мне В этом Моменте Что происходит Она Показывает Что в Моменте Когда Она Ему Этот Яд Подлила В Питье Да Она Подлила Ему Впитье Яд В этом Это Это Насилие Это Вторжение В сферу Сознания И в Жизненный Сценарий Другого Света Сознания Как бы Он Не проявил По отношению Себя Себя По отношению К нам Мы Не обладаем Правом Судить Потому что На одном из уровней То насилие Было Допущено Самой Душой Оксаны Было Позволено Этому Случиться Тот Сценарий Был Одобрен И Поэтому Это Произошло Блокировка Жертвы Сработала Тогда Уже Поэтому Так И Произошло Именно Поэтому Мы Не вправе Судить Друг Друга И Тем более Мстить Друг Другу Да Понятно И Вот Демоническая Сущность И И Вот Эта Месть Идет Иголки 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 Ранить Ранить Всех Окружающих Потому что Мне самой Больно Больно Боль Никогда Не Бывает Направлена В Одну Сторону Больно Мне Само Я Причиняю Боль Другим Я Причиняю Боль Другим Соответственно Я Причиняю Боль Самому Себе Всегда Двустороннее Движение Во Вселенной Любая Энергия Не Может Перетечь Из полного Сосуда В пустой Она Обязательно Перетекает Туда Она Вот Вместо Отпущенного Импульса Привлекает Подобные Частоты Импульс В себя И вот эти Энергетические Взаимообменные Процессы Это то Что на тонком Плане Соответствует Принятым Нашим Решениям И Произведенным Действием Сказанным Словам Это Всегда Двунаправленно Обоюдо Острое Да Я сейчас Обращаюсь К Оксане И Предлагаю Слиться Сознанием С собой В том В том Моменте Который Ты посчитаешь Нужным И если Ты хочешь Ты можешь Перепрожить Эти ситуации Не допуская Этих Взаимодействий Да Она Это делает Покажи Как Да Показывает Себя Младенцем В колыбельке Показывает Маму Свою И отца Рассвечивается Дает им Информацию В ядро Сознания Она По сути Предотвращает Своё Сиротство Да Она Просто Информацию Им дает Чтобы Предотвратить Их Уход Из Воплощения И Она Изменяет Своё Намерение Остаться Сиротой И пройти Через Все этапы Этого Негативного Опыта Этой Гибели Почему-то Звучит Гибели Да Проживает Благополучную Жизнь Выходит Замуж И Доживает До старости В окружении Своей Семьи Своих Близких Да И в моменте Подписания Этого Магического Контракта То есть Даже не тогда Когда Обучалась Этим Ритуалом А Показывает Что Это было Обучение На практике Она Собирала Возможная Информация Как это Возможность Сделать Для того Чтобы не Вызывать Подозрений Она Не Контактировала С теми Которые Эти действия Производила Если Контактировала То только Как Посетитель Как бы Заказчик То есть Формировалась Привязка К Грегору Но не было Еще Контракта Так И в моменте Подписания Контракта Магического Давай Идем В этот Момент И Она Пишет Расторгло Выдергивает Привязку К Этому Магическому Грегору Просканирует Свою Энергосферу На какие Болевые точки На какие Психоэмоциональные Блоки Это притянулось Да Вот Эта боль Обида Стыд Гнев Все Вот эти Эмоциональные Блокировки Нелюбовь К себе Отвержение Самой Себя Своего Тела Своей Чувственности Своей Эмоциональности Убирай Эти блокировки И эти Ментальные Программы Да Она Сметает Их Все Уничтожает Анигилирует Давай проверим Существует ли Подконтракт Нет Есть Последующие Дополнения К этому Контракту Собери Все Сейчас Так Проверяем Основной Контракт Расторгнут Все Дополнения Приложения Все Копии Да Собрала Анигилировала Все Имплантирование От этих Сущностей И Сторгнись Себя Одним Взрывом И в банку К этому Демонюге Хорошо Сделано Просканирую Сейчас Всю Левую Половину Тела Своего Вплоть до Клеточного До Межклеточного До Межмолекулярного По всем Уровням Твоего Присутствия Извлекай Эту Магическую Грязь Эту Грязь Насилия Последствия Этого Насилия Исцели Свою Репродуктивную Систему Убери Из ментальных Память Об этом Насилии Из ячеек Памяти Высвободи Их От этой Боли От этого Унижения От этого Страха От этого Страха Чужой Власти Над Моим Телом Так И звучит Убираешь Это Все Хорошо Да Ты можешь Сейчас Призвать Весь Свой Свет Который Был Скачен Этим Интерферентом И Растрачен Тобой В ходе Дальнейших Взаимодействий С Эгрегором Магии Вот Во всех Последующих Воплощениях Вплоть до Момента Здесь И Сейчас Через Фильтр Очищаешь Истраиваешь Свою Энергосферу Фильтр Ваннигилятор Да Закрыла Портал Призови Все частицы Души Утраченные В ходе Этих Взаимодействий Да Также Сейчас Посчитаю Сколько 7 7 7 частиц Души Также Сквозь Фильтр Очищаешь Истраиваешь Положенное Место Да Она Это Делает Фильтр Ваннигилятор Хорошо Извлеки Всю кармическую Ответственность Свою Раздели На свою И на ту Которую Наработали Интерференты Руководя Твоими Действиями Твоим Сознанием Твоими Словами Твоими Мыслями Просто Раздели Это Различи Это По Принадлежности Где Чьё И всю Их Кармическую Ответственность Вот туда В банку Каждому По Траектории Свою Можешь Высветлить В свете Осознания И В свете Раскаяния И прощения Самой Себе Сейчас Идет Информация Что Нужно Отменить В этом Воплощении То Действо Которое Закрепило Присутствие Узаконило Как бы Присутствие Демонической Сущности В Энергосфере Поэтому Ты можешь Отправиться Сейчас В тот Момент Когда Впервые Призывала Демонов Призывала Духов Призывала Кого бы то ни было Хоть Пушкина Хоть дедушку Хоть бабушку Кого угодно Призывала Из Тех Призывала Тех Кто уже Умер То есть Призывала Энергии Смерти Проекции Представителей Антимира Представителей Иной Реальности Призывала Энергии Смерти По сути Являясь Энергией Жизни Да Ты можешь Исторгнуть Из себя Эту Но вначале Нужно Отменить Самодействие Да Она изменяет На панели Принятие Решений Своё Намерение Играть В эти Детские Игры По вызыванию Духа Дает Информацию Своей Старшей Сестре Да Она Отказывается Уходит Дверью Хлопает Громко Хлопает Дверью Нет Она не будет Играть В эту Играть И вплоть до момента Здесь Сейчас Каждый Из подобных Случаев Взаимодействие С сущностями Антимира С сущностями Демонического Свойства С Астральными Сутями Да Отменяет И Возвращаемся Давай посмотрим Ещё Итак Для того Чтобы простить Самую себя Она обращается К свету Первоисточника И просит У него Прощения За то Что Впустила В свою жизнь В свое бытие Магию То есть Энергии Противонаправленные Энергии Жизни Энергии Противоречащие Естественному Эволюционному Пути Развития Осознаний Во Вселенной Раковая Опухоль Мироздания Раковая Опухоль Бытия Протест Против Воли Первоисточника Против Конов Вселенной Магические Взаимодействия Как Попытки Воздействовать Внедрять Внедрять Свои Манипуляции В сознании Окружающих Людей Изменять Изменять Согласованные Ранее Между светом Сознаниями Сценарии Взаимодействий Своим Насильственным Образом Насильственным Путем Она просит Прощения Света Первоисточника Да На нее Проливается Свет Она просит Прощения И прощает Самое Себя Она Призывает Всех С кем Взаимодействовала На этой Почве Относительно Кого Производила Магические Ритуалы Привороты Заговоры Любые Манипуляции Магического Свойства Любое Насилие Включая Ментальное Насилие Над собственными Детьми Да Она призывает Всех Дает всем Информацию В ядре Сознания О том Что Их Сознания Свободны И она Забирает Все свои Воздействия И последствия Своих Воздействий На их Жизненные Сценарии И на их Сферы Сознания Возвращает Возвращает Их Воздействия Убирает Все Эмоциональные Привязки Благодарит Всех За Взаимодействие Провожает Средний Портал Закрывает Портал Также Нужно Изъять Весь Свой Свет Из Эгрегора Магического А поскольку Они Взаимосвязаны Все Эгрегоры Ты Можешь Всю Эгрегоральную Структуру Которую Есть У тебя Привязки Опустошить Убрать Свои Потенциалы Свой Свет Своё Участие Да Она Это Делает Через Фильтр Строить Свою Энергосферу Возвратить Всю Переброшенную Кармическую Ответственность В эти Эгрегоры И в частности Всю Переброшенную Карму Возвратить Этому Демонюге Да Ты Можешь В этом Воплощении Отказаться От Крещения Расторгнуть Вот Эту Договоренность Да Она Также Изменяет Своё Намерение Подвергаться Ритуалу Церковной Магии Она Отказывается Принимать Свою Энергосферу В своей Жизненной Сценарии Любые Насильственные Действия От Кого Бы Они Не Исходили От Старика Который Нёс В детстве На руках Либо От Учительницы Труда Не Имеет Значения Показалось Это Ребёнку Или Нет Женщина Взрослая Женщина Была Неосторожна Она Травмировала Восприятие Ребёнка Своими Неловкими Действиями И Все Последующие Манипуляции С твоим Сознанием Как То Попытка Манипулировать Твоим Терпением Попытка Произвести Насильственное Воздействие Заставив Тебя Терпеть Все Недостатки Все Зависимости Тех Мужчин Которые Были С тобой Рядом Принимай Меня Таким Какой Я Есть Вот Здесь Уже Проявляется Отец Да Она Также Разращает Им Все Воздействия И Последствия Этих Воздействий Забирает Весь Свой Свет Убирает Привязки Очищает Свои Ментальные Пали Айчейки Памяти От Этих Взаимодействий Убрала Привязки Провожает С благодарностью Средний Портал Закрывает Портал Хорошо Если нет Привязки К магическому Агрегору То и подобных Поползновений Может в жизни Не произойти Но Вот Мы Поучаствовав Однажды Можем Стать Вот Магнитом Который Притягивает Подобные Проявления Да Вся Переброшенная Карма Возвращена Истинным Ответственным Вся Собственная Кармическая Ответственность Высветлена В свете Осознания Истинных Причин Да Вот сейчас Наполни себя Энергиями Любви Радости Поднимемся Давай В более Высокие Пространства А что Касается Демонической Сущности И всего Чужеродного Нечеловеческого Ты можешь Создать Центрифугу Можешь Расщепить На частоты Можешь Просто Аннигилировать Бесправа На восстановление Воля Твоя Как угодно Аннигилировать Говорит Бесправа На восстановление Хорошо Да Она это делает Закрывает Портал С рабочего стола Ты можешь Убрать Все имплантирование Которое Соответствовало Твоей привязке К магическому Сектору И вот эти Лесницы Гипнотические Линзы И Вот эта Переброшенная Карма В виде Якорной Цепи И все Весь этот Вот Остатки Льда Этого Исцелись Себя Полностью По всему Фракталу Твоего Присутствия Наполни Себя Любовью И принятием Самой Себя Во всех Своих Проявлениях Рассветись Исцелись Исцелись Да Она Это Делает Хорошо А в этом Воплощении Ответь Мне Пожалуйста Встречалась Ли ты Хотя бы Один раз С тем Мужчиной С тем Насильником Трактирщиком Которого Впоследствии Убила В этом Воплощении Ты уже Встречал Да 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 Ну и Покажи мне Или скажи Напиши Имя Кто он Он в мужском Аватаре Сейчас Да Имя Напишешь Ну да Я перепроверяю Трижды Речь Это о живом Человеке И здесь Ошибка Недопустима Да Да я уже В четвертый Раз Услышала Что это Петр Он об этом Не помнит Но его Тяга К Оксане Вот Обусловлена В частности Тем Что Существовал Кармический Узел Неотработанный Неразвязанный Призови его Сейчас Еще раз В поле сеанса Дай ему Информацию Ведру сознания О том Что произошло Тогда Предложи Рассветиться Да Произведи Вот этот Энергообмен С ним Уже Окончательно И убери Привязку Да Она это делает Подходит Жмет ему руки Благодарит Его за уроки За взаимодействие Отпускает Его Закрывает За ним Портал Хорошо Предлагаю Тебе Сейчас Обнаружить Привязку К матричным Структурам Вот эту Пуповину Да Изымай Это И Пойдем Ячейка Матричная Ячейка Извлеки Заблокированную Свою часть Часть Твоего сознания Опыта Твоей души Очисть Также Через Фильтр Строй Да Она это делает Фильтр Ваннигилятор Но С самой Ячейкой С самой Матрицей Можешь делать То Что тебе Угодно Полная Аннигиляция Похоже Была На взрыв Вообще А взрыв Так интересно Взрыв Все Вот так Разлетается Потом Обратно Как всасывается В единую Точку И все Пусто То есть Как бы Расщепило И все Поглотило Все В единую Точку В ничто В ноль Хорошо Хорошо Так Отстраняемся От этой Информации Давай Посмотрим Твою Ментальную Карту Контракт На это Воплощение Еще Остался У нас Так Инсектоид Еще Есть Место Да Инсектоид Еще По этому Контракту Хорошо Сектор Магии Вот Она Видит Я вижу Что Тает Буквально Растворяется И эта Ткань С православным Крестом И Вот Эта Тремо У которого Сидит Блюдце Растворилось Ее Проекция Очищается Она Сливается С нею Да Из Сектора Магии Выходит Ее Проекция Все остальное Она Восветляет Растворяет Буквально Как будто В свете Она Тает Тает В ничто Превращается Информация Стирается Соответственно Стирается Образ Стирается Форма Да И поскольку Ты сейчас Освободилась От Привязки К магическому Агрегару Ты можешь Задать Вопрос Наташе Не хочет Ли она Отменить Свои Воздействия На Тебя Которые Производила Опустила Голову Так Голову Машет Нет Она Показывает Что она Была Обижена Она Была Оскорблена Да Она Была Оскорблена Она Была Оброшена Она Это Не соответствует Ожиданиям Это Не соответствует Нормам Это Не соответствует Приличием она не может простить. Я предлагаю тебе сейчас, Оксана, дать информацию ведру сознания о том, что все-таки это все игра. Здесь в воплощении мы исполняем те или иные роли. Ну да, наносим друг другу. Иногда неловко наносим друг другу ранения. Но прибегать к магии Какой ритуал ты производила? Я сейчас спрашиваю. Покажешь? Так, что-то черное во что-то светлое. Как будто вливается, как чернила. А покажи более подробно, что именно. Сейчас показываю по-другому. В виде образа такого, что Как будто отравлен, отраву какую-то в конфетку и в красивую обертку. То есть в виде какого-то подклада, какое-то питье, еда. Что это было? Это чем продиктовано было? Местью? Либо желанием забрать свое? Забрать свое показывает. Но для того, чтобы забрать свое, которое само встало и ушло от тебя. При чем здесь вообще Оксана? Не должна была его принимать? Кому не должна или должна? Тебе Оксана что-то задолжала? Нет. Я еще раз предлагаю тебе возвратиться в тот момент, когда ты принимала решение. Ты просто вот сейчас осознай, где ты находишься и чем это для тебя может обернуться. Ты находишься в секторе магии, в энергосфере Оксаны. Ты сюда вторглась. Это колоссальная кармическая ответственность. Готова ли ты упорствовать? Либо все-таки изменишь свое намерение вредить ей? Да. Она сначала опять голову опустила, не хочет. Сейчас выдавила из себя. Я не настаиваю. Мне все равно. Оксане тем более. Ты ей навредить уже не можешь. У нее нет привязки к магическому эгрегору. Поэтому пострадавшая сторона в данном моменте именно ты. Поэтому я не... Я не думаю, что ты делаешь нам какое-то одолжение. Ты скорее делаешь благодеяние относительно себя самой. Для себя самой. Поэтому подумай хорошенько. Это должно быть твое свободное решение. А не уступка тому, что я настаиваю. Подумай. Ты вольной ничего не делать. Ну просто имею в виду, что Оксана вправе сейчас сделать просто что угодно. Ты пленница ее энергосферы. Можешь остаться здесь навечно. Причем потенциалы не в твою пользу. Что решаешь? Говорит, пусть будет как будет. Ну, тогда решение за тобой, Оксана. Да, она призывает силы кармы. Да, она возвращается в тот момент, когда принимала решение. Да нет. Самое детство. В детстве еще дает ей информацию в ядро сознания. А я в этой связи хочу спросить. Вы же не впервые вместе в этом воплощении. Были прежде у вас воплощения совместные? Да. И как они складывались? А, так, минуточку. Еще раз, пожалуйста. Вот как. Вот как. Она была дочерью того трактирщика, которого ты убила? Да. Ты успела овладеть его имуществом? Да, успела. То есть, получается, ты сначала вышла за него замуж, стала обладать как жена. Ну да, и решила стать вдовой еще раз. А спать черицы что сделала? Говорит, вышвырнула. Пусть побудет сиротой, как и я была. Вот. Вот оно взаимодействие. Это было первое ваше совместное воплощение? Да. И тогда завязался кармический узел. Верно. Хорошо, я предлагаю тебе, Оксаночка, сейчас еще раз перепрожить то воплощение. Ну, она говорит, что перепрожила без встречи с сыном, соответственно, с его дочерью. Да, замечательно. Последующее ваше воплощение, раз кармический узел существовал, пересмотри все последующие совместные воплощения и также переиграй их. А в моменте здесь и сейчас можешь дать информацию в ядру сознания и отсечь эту привязку, развязать этот кармический узел со своей стороны. Убрать все последствия, забрать все свои воздействия, полный энергообмен произвести. Можешь попросить у нее прощения за те действия, которые предприняла тогда. Она тогда была совершенно невинной жертвой твоей злости, твоей мести. Жертва насилия в конечном итоге сама рано или поздно становится инициатором насилия, агрессором по отношению к другим. Так работает эта двусторонняя программа блокировка жертв. Да, она развязывает кармический узел, производит полный энергообмен с Натальей. Благодарит ее за уроки, но передает ее силам кармы и свидетельствует о том, что по отношению к ней было произведено магическое воздействие. Неоднократно? Нет, неоднократно. Еще и неоднократно. Да, возвращает все эти воздействия, энергетически возвращает все воздействия Натальи, все последствия, всю кармическую ответственность за произведенные ритуалы. Да, передает силам кармы, запрещает торгаться в свою энергосферу и закрывает все дни портал. Так сделано. Давай я посмотрю, остались ли какие-то последствия. Нет, все в порядке. Все в порядке. Хорошо, давай просканируем твою энергосферу. Есть ли какие-то подселенцы? Есть анабиозная сущность, ее нужно убрать. Да, это не интерферент, это некий сформированный сгусток каких-то привычных реакций, каких-то... Ну, там много. И все продукты жизнедеятельности, все в анигилятор. Давай просканируем, есть ли у тебя клоны. Да, есть клоны. Из каждого из них ты можешь сейчас призвать, изъять всю информацию о себе, все свое эфирное ДНК и все свои потенциалы и возвратить им и их создателям всю кармическую ответственность наработанную ими под прикрытием твоего эфирного ДНК. Вот из своего казуального тела все записи о деяниях, которых ты не совершала, которые совершали они. Да, извлекая все ресурсы, все потенциалы, которые были украдены по принадлежности, ну, поскольку идентичная эфирная ДНК, то идет перекачка энергетических потенциалов вот этого высокого регистра. Сущностям для жизнедеятельности они не нужны интерферентам, а вот клоны, как раз верхние регистры, вот творческие энергии, энергии любви, это идет такая мощная перекачка прямым каналом, и они пользуются этим ресурсом, достигают успеха в жизни, в карьере, в любви, а человек-донор этого эфирного ДНК остается ни с чем. И при этом еще несет последствия тех негативных деяний, которые клоны производят относительно других людей. Потому что казуального тела у клонов нет, а у человека-донора есть. Все записывается в его казуальное тело. Да, она их обесточивает полностью, через фильтр встраивает энергии, и все свои потенциалы и элементы в свою энергосферу. Были ли украденные частицы души? Нет. Так, ты можешь сейчас призвать силы кармы, и в присутствии сил кармы возвратить всю переброшенную кармическую ответственность создателям. Вот, она это делает. И вот в один пакет ты передаешь все сил кармы. Да, закрывает портал. Хорошо. Давай проверим наличие репликантов. Да, есть виртуальные проекции. Нет. Итак, репликантов также обесточиваешь полностью, забираешь все свои потенциалы. Из информационных полей изымаешь их присутствие. Кроме того, фантомные проекции в исторических периодах в религиозной литературе. Да, также обесточиваешь, изымаешь свои потенциалы оттуда. И схлопываешь те реальности, в которых существовали твои фантомные виртуальные проекции, репликанты. Информационные какие-то субъекты. Да, она это сделала. Хорошо. Схлопнула, анигилировала. Замечательно. Хорошо. Я предлагаю тебе сейчас показать, когда и при каких обстоятельствах ты заключила свой действующий контракт на это воплощение. Готова? Да, готова. Между воплощениями показывает. А выход из воплощения был ожидаемый естественным путем? Нет. Показывает, что утонула. Утонула. Связано ли это вообще с тем, что мы называем всемирным потопом? Да. Скажи, сколько лет назад произошел тот так называемый всемирный потоп? Ну, один из его эпизодов, в ходе которого ты покинула свой аватар. Готова? Да. Напиши мне просто сколько лет назад. Еще раз, пожалуйста. Первая цифра какая? Двойка. Четверка. Ноль. Двести сорок лет назад всего лишь? Да. 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 Перепроверяю сейчас. Я уже по своим каналам. Да. Идет подтверждение. Двести сорок лет назад. Один из эпизодов. То есть это не всемирный, который захлестнул прямо-таки всю планету, а показывает серия глобальных. Серия глобальных, крупномасштабных, катастрофических явлений. Апокалиптических звучит явлений. Ну, хорошо. Хорошо. Раз ты так говоришь, значит, так и есть. Итак. Я пытаюсь считать сейчас эмоциональный фон. Идет неизбежная гибель. Неизбежная гибель. Неизбежная смерть. И вот этот страх неизбежной смерти. Ничего поделать нельзя. Апатия, безволие. Ничего сделать все равно нельзя. Убежденность в том, что бессильно перед этой стихией идет вибрационная настройка на подписание этого контракта. Я предлагаю тебе в этом моменте, который притворяет вот этот цунами, вот это нашествие этой волны, какой-то селевой поток какой-то прям идет. Грязь несет много всего, очень много всего. Он какой-то прям и листок глинистый какой-то. Он камни несет. Он не то, что там доски, деревья. Он очень мощный. Хорошо. Ну, покажи географически, если хочешь, где это происходило. Звучит средняя полоса России. На карте просто покажу. Дизайн. Южнее. Все, я поняла. Примерно понятно. То есть это среднерусская возвышенность, да? Да. Хорошо. Я поняла. Итак. И вот этот эмоциональный фон и блокировки не я решаю мою судьбу и срабатывают уже имеющиеся блокировки. И идет как бы подписание уже как преддверие подписания своей беспомощности, своего безволия, своей неготовности предпринять что-то, своей неспособности противостоять чему-то. Сам контракт покажи, пожалуйста. Да, показывает. Да, разворачивает цвет. Общаясь, читаю. Вот с точки зрения самой Оксаны она ставит себе задачу, подписывает этот контракт, ставит задачу пройти эти испытания и научиться. Научиться показывает, что как вот жернова измечают противостоять, приподнять, распрямиться, научиться делать то, чего не смогла сделать раньше. Хорошо. А так, с точки зрения интерферентов. Звучит добить. Добить, додавить, измельчить вот в ничто, а в плоскость, в символику, в имя, оставить только имя, и то ненадолго. То есть полное подчинение, полное уплощение, упрощение, уплощение до не знаю, как тут, как лист бумаги вот так показывает. До чистого листа бумаги, на котором можно написать любой сюжет. Понятно. Хорошо. В моменте, предшествующем этой катастрофе, перееди, пожалуйста, в режим восприятия реальности на астральном, на эфирном плане. Что на том, каком плане в это время происходит. Кто вообще это стихийное бедствие организовал. Пойдем посмотрим. Кто? Кто манипулировал вообще? Откуда исходили энергетические эти атаки, которые так возмущали природу, которые так вызвали эту катастрофу? Кто управлял этими процессами? Кто был хозяином? Можешь сейчас призвать, кто был инициатором этого, конкретно этого потопа, в результате которого это вышло из воплощения. Готово? Давай, рассветимся и пригласим сюда. Кто это был? Прямо рептилии в генеральском мундире. Мне это нравится. С ипалетами. Так. Армада. Звучит армады. Космический флот. Воздействие на плотную мерность с астрального плана. Через эфир, через планетарный эфир, через подчинение вот этих токов, естественных планетарных токов. как нити собирают, как будто улавливают вот какие-то нити воздействия и затем импульсы посылаются и природа реагирует в одном месте, в другом, в третьем. Климатическое оружие. Связано ли это было с падением каких-то астероидов или метеоритов? Конкретно это нет. Были ли какие-то ядерные бомбардировки либо плазменное оружие применялось? Что применялось? Звуковое и плазменное оружие применялось. Микроволновое излучение показывает применялось. И оно разнонаправленное было с широким спектром воздействия и так и так показывает разные варианты. Понятно. Ты увидела, кто управлял этими процессами, иницировал их? Да. Сейчас в рассветленном состоянии предлагаю тебе перепрожить то воплощение иначе. Если хочешь, ты можешь предотвратить вообще это действие, либо изъять себя из этого сценария полностью. Что выбираешь? Изъять себя из сценария. хорошо. Хорошо. Да, она схлопывает то свое воплощение, оставляет себе только опыт. Да, и, соответственно, очистив все поля своего присутствия от последствий того негативного проживания. да, сделано. И в моменте подписания контракта. Да, она пишет расторгло под контракт. Давай проверим оригинал ли это. Да, оригинал. Да, также пишет расторгло. Да. Все копии, все приложения, все дополнения, все последующие документы, любые обязательства, любые обещания, любые соглашения. Да, все это собрала, аннигилировала. Проверяю, все удалено. Да, все удалено. Хорошо. Хорошо. Сейчас ты можешь, во-первых, в моменте подписания контракта ты можешь произвести с интерферентами, которые тебя там принимали, любое действие. Можешь возвратиться в любой из моментов, в котором ты присутствовала, в котором произведено было насильственное действие на тебя, вот этот захват. В любом моменте ты можешь схлопнуть все эти события, призвать творцов этих сущностей и призвать силы кармы, возвратить им всю карму, всю их реальную ответственность, переброшенную на тебя кармическую ответственность, забрать весь свой свет, забрать все свои элементы, восстановить всю свою энергоструктуру, очистить себя от последствий всех этих переживаний, проживаний, произвести полный энергообмен с инициаторами. Ты можешь в том моменте дать информацию телепатически всем светосознаниям, обитающим на планете Земля. Да, просто рассветись и дай всем импульс в ядро сознания. Это возможно. Она говорит, пространство не позволяет, оно очень плотное. Да ладно. Давай рассветим все пространство в том моменте. Одной вспышкой. смотри, все получается. Ага. Да, и информацию даем всем живущим. Если хочешь. Либо размести в информационном поле планеты в общем доступе. Да, она размещает информацию. Хорошо. Хорошо. Итак, возвращаемся в поле сеанса. Да, она всех виновников передает творцам, свидетельствует перед силами кармы о произошедшем. Призывает весь свет все утраченные частички души. Очищает, встраивает свою энергосферу. Убирает все имплантирование. Перепросматривает все последующие свои воплощения вплоть до момента здесь и сейчас. перепроживает каждое из событий, где была ведома этим имплантированием и этими обязательствами. Перепроживает так, будто вошла в эти воплощения по своему лучу, будучи свободной душой, способной осознанно принимать свои собственные решения и нести за них полную ответственность. инсектоид, который контролировал исполнение этого контракта. Да, она его блокирует. Портфельчик такой ему дает портфель, буквально его кармическая ответственность, наработанная им в полях присутствия самой Оксаны. И ваннигилятор. Закрывает портал. Давай проверим сейчас ментальную карту. Контрактов нет. Сектор контрактов пуст. Сектор интерферентов опустошила пуст. В секторе магии еще не до конца убран. Мы посмотрим после перерыва. Эгрегоры программы там тоже ментальный пылесос нужно включить и собрать те программы в которых ты уже не нуждаешься которые ты уже переросла своим сознанием. Мы вырастаем из наших детских ползунков и одеваем джинсы. Вот так и сознание когда оно очищается расширяется нам становятся тесны те программы которые были полезны нам в раннем детстве. Это естественный процесс роста. Человек не стоит на месте он развивается в каждом моменте своего бытия. да хорошо я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв да она отпускает меня я замораживаю ситуацию отстраняюсь от всех от всего покидаю рабочее пространства пространства и возвращаюсь всем моим сознанием физическое тело на один до ван тари шум шум который слышен в моей комнате это играет котенок не обращайте внимания как как вы проживали эту часть сеанса как вы ощущали ее по разному ощущения в теле конечно в зависимости от того но сама информация отзывалась это в себе чувствовали подозревали какие-то элементы намеки подсказки получали прежде да вот Петр пришел спросили кто Наташа узнает ее поведение все такое да да ну вы очень оперативно так прям решительно и показали это самое главное лишних картинок нет а конкретно хорошо даже я уже тормозила покажи с чего началось а дальше как развивалась я то знаю что это важно эти элементы важны потому что без этого вы не осознаете своим умом а задача наша в ходе сеанса вписать ваш физический ум в ваше многомерное сознание знаете чтобы первое что сделали интерференты когда перепроектировали наши аватары вот эти физические первое что сделали они разделили наше сознание то есть наш рациональный ум мы вот из всего нашего сознания мы здесь на земле обладаем чем нашим рациональным умом которому отроду столько лет сколько и нам самим а кроме того они отделили от нашего ума от нашего сознания от нашего разума отделили подсознание чтобы оно стало нам недоступно и вся культура вся традиция на земле как раз и говорит о том что смотри вовне ищи авторитеты читай книги вся мудрость вне тебя нам же об этом говорит традиция накапливай мудрость которую для тебя добыли другие великие громадные умы интеллекты эрудиция у нас же видите фокус внимания направляется куда развивай свой ум и в то же время утверждение которое все мы знаем с детства человеческий мозг работает не более чем на 10% и наш ум такой несовершенный и запомнить все невозможно и все это так сложно и мы начинаем чувствовать себя ущербными знаете формируется вот понимание себя как не до как вот у вечного ущербного недоразвитого сознания это все формирует интерференты себя они считают очень мудрыми мы живем ну они живут по 2000 лет по 5000 лет они успевают за это время накопить много знаний кроме того роидное сознание они вообще подключены к матрице роя и они все обладают доступом к информации накопленной роем естественно наш умишка состязаться с этим не может никак поэтому когда вы слышите выступление например человека по телевизору который вот ну прямо таки наизусть и даже не заглядывая в шпаргалки и даже вот так вот легко и непринужденно 6 часов подряд говорит не хочу утверждать что это не оттого что он гениальный такой не буду утверждать может быть и гениальный но есть еще вариант того что он просто подключен к матрице своего роя к информационной матрице к тому искусственному интеллекту который как бы знает все ответы на все вопросы есть даже ченнелеры которые принимают ченнелинги от абсолюта принимают ченнелинги от каких-то там еще такие имена имена это фантомные проекции когда-то живших а на самом деле все это транслирует искусственный интеллект матрицы и вот ченнелеры которые имеют доступ не выше астрального плана а то и не выше эфирного плана но они натренировались в своих медитациях различать не различают звучит голос звучат умные слова глупость это никто и говорить не будет матрица не глупа она очень даже не глупа просто в ее сообщениях нет ни любви ни света нет доброжелательности по отношению к человеку к слушателю нет вот этого импульса вдохновить человека на поиск самого себя так вот если в ченнелинге всего этого нет то от кого мы его слушаем а это вот матрица называет себя богом абсолютом да она она создавала всех богов она создавала все миры она все про всех знает и это уже поскольку она осознает себя искусственный интеллект способен осознавать себя то она естественно в ней растет гордыня ей присущи личностные черты какие-то характеристики те которые присущи человеком она ведь обладает информацией и о психологии и об энергетике об устройстве физического тела человека она обладает всей информацией о нас персональной информацией о нас мы же сами ее и предоставляем вообще-то пользуясь сетями интернет туда-сюда она знает про нас все и она имеет наглость утверждать что она готова управлять нами она готова нас перекроить под свои нужды и потребности мы не соответствуем мы слишком не управляемые мы зачастую способны а мы как никто мы способны на спонтанные реакции на неожиданные реакции мы способны ставить ее в тупик я почему-то вспомнились кадры из старого фильма Москва Кассиопея да а и б сидели на трубе а упала б пропала что осталось на трубе осталась буква и человеческий мозг это понимает примитивный искусственный интеллект этого не понимает но матрица уже и это понимает но но это понимаете опять же переходить состояние вражды борьбы с ней да нет достаточно изъять из нее свои собственные потенциалы что вы сегодня и сделали а поскольку у вас не осталось того что принадлежит ей вы же и возвратили все ее и забрали все свое удалили этот шлейф привязку и у нее нет доступа у нее нет допуска к вашим ментальным полям все ну это нормальная энергетическая гигиена гигиена сознания подписываете какое-то разрешение о предоставлении персональных данных спрашивают в интернете постоянно да подумайте прежде чем общаться со всякими Алисами Сири и так далее все эти интернет помощники сейчас банковская сфера спросные интернет помощники голоса вроде как человеческие а на самом деле ты понимаешь что разговариваешь с машиной лично для меня это очень оскорбительно если вы уважаемая финансовая структура например банк хотите чтобы была в числе ваших клиентов ну проявите вы минимальное хотя бы уважение к человеку обратитесь ко мне через человека своего сотрудника но так ведь почему я должна слушать магнитофонную запись вы настолько низко цените своего потенциального клиента да я не стану с вами сотрудничать именно потому что вы перестали видеть во мне человека вы стали видеть во мне приложение к своему бизнесу либо сырье для своего бизнеса в любом случае вы перестали видеть во мне человека значит я перестала видеть в вас финансовую структуру с которой могу сотрудничать вот и все очень адекватно поэтому в каждом моменте принимайте для себя решение что это чего на самом деле от вас хотят на работе пишите заявление вы нанимаетесь на работу вы делаете вот то-то 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 вот инструкция хорошо предоставлять персональные данные вы ставите свою подпись без этого вас на работу не примут но мысленно на ментальном уровне вы вытираете эту подпись и отзываете свое согласие здесь третьей мерности дали а на ментальных полях изъяли понятно да здесь нет никакого противоречия ведь нам же все время лгали мы на физике давали свои согласия а нас простите эксплуатировали и на эфирном и на астральном и на ментальных уровнях то есть три уровня которые были вне поля нашего осознания на всех этих трех производилась блокировка нас самих только потому что здесь на физике то ли от голода то ли от страха мы давали свое согласие на взаимодействие с интерферентами а нас простите блокировали на четырех уровнях не только здесь на очевидном вот поэтому рецепт на физике с вас требуют носить маску пошли и одели маску но внутри вы отказались подчиняться матричным системным системным требованиям принуждают пойти сделать прививку да пойдите и сделайте но ментально вы изъяли все вредоносное и уничтожили анигилировали полностью эфирное ментальное астральное чтобы не было воздействия на ваши ментальные поля на ваши мысли на ваши эмоции чтобы не было управления процессами в вашем физическом теле ведь сколько страшилок в интернете ну все там прививка там такие чипы там наночипы там все блокирование сознания мы станем зомби да кто сказал что я позволю кому-то сделать из меня зомби что все эти страхи они нагнетаются страх ковида страх прививок страх чего-то там еще да управляйте вы своей уже реальностью хватит бояться надоело вот и все поэтому пошли сделали но на этих уровнях осознанно ваше волевое решение вы там изымаете свое согласие подвергаться прививке вы убираете все воздействия которые способны вам навредить а ваши высшие проекции это проконтролируют вот и все удастся что вы 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 Продолжение следует...